Самое интересное в экономике то, что касается наших с вами кошельков. Здравствуйте. Для того, чтобы обеспечить жителей края собственной сельхозпродукцией, необходимо построить к уже имеющимся 20 гектаров теплиц, два птицеводческих комплекса, поднять по голове крупного рогатого скота до 6 тысяч, а свиней до 70 тысяч голов. Краевой Минсельхоз все подсчитал. Объемы потребления основных продовольственных товаров, если измерить их в рублях, в прошлом году превысили 200 миллиардов. Доля местной сельхозпродукции в этом объеме всего 15%. Лидер у нас яйцо. Около 85% на наших прилавках местного производства. Неплохо и с картошкой. Тоже около 80% местное. У отрасли требуются инвесторы. Чем региональное правительство готово их поддержать и привлекать? Во-первых, предоставить земельные участки под инвестпроекты без торгов. Во-вторых, возместить затраты на капитальное строительство животноводческих комплексов, овощехранилищ, а с 2022 года и теплиц. И в-третьих, льготное кредитование. По информации Минсельхоза, предприятиям АПК Края доступны кредиты и подставки от 1 до 5% годовых. В целом же для сельхозпроизводства в Крае действует 25 направлений господдержки. Плюс власти пытаются решить проблему недостатка пахотных земель, на которых животноводы могли бы выращивать и заготавливать корма. В казну Края в ближайшее время, по планам, будет возвращено около 30 тысяч гектаров земель сельхозназначения, как результат изъятия участков у недобросовестных арендаторов. Их планируется распределить между инвесторами и действующими предприятиями. Кроме того, Минсельхоз намерен восстанавливать мелиоративные системы и распахивать новые участки. Таким образом, наши сельхозпригодные площади могут прирасти на 10 тысяч гектаров в ближайшие годы. Пока же посевные площади в Крае те же, что и в прошлом году – 55,5 тысяч гектаров. Начало сева ранних зерновых запланировано на середину апреля. Следим за новостями. Продолжение следует...